В эфире телеканала Вавруйску 360. Итоги недели. С вами Мария Бересневич. Здравствуйте. Все самое интересное за последние 7 дней глазами наших корреспондентов. И вот о чем расскажем сегодня. Первая жертва. Стоит лепить тревогу и скупать средства защиты. Маски не спасают, но, конечно, в каком-то роде они защищают. Разбираемся вместе со специалистами. Отсрочку для получения образования будут предоставлять лишь один раз. Понадобилась эвакуация людей. На втором этаже обнаружили пострадавшего мужчину. Спасатели ликвидировали возгорание в сельской больнице. Царица цветов и символ возрождения. Весна уже на пороге. Чем порадовать близких канун праздника? Настя хочет жить. Обнаружили огромную опухоль. 11-летняя горожанка нуждается в финансовой помощи на дорогостоящие лечения. Также в итогах недели до ЦТ 3,5 месяца Минобразование утвердило даты испытаний. И обострение на востоке. Турция и Сирия на грани конфликта. Волна же, а та же на медицинские маски накрыла практически все города. Первый завезенный случай коронавируса в Беларусь вызвал у людей опасения. Между тем, специалисты уверяют, врачи были готовы к тому, что вирус проникнет на территорию нашей страны. Потому паниковать не стоит. Так ли эффективна марлевая повязка и как не заболеть? Смотрите далее. Иранский студент, который стал поводом опасения для многих беларусов, обратился к общественности через соцсети. Он сообщил, что находится в инфекционной больнице и, главное, чувствует себя хорошо. Горубок коронавируса у меня, видимо, есть. Я бы не чувствовал себя так хорошо. Я отлично себя чувствую. У меня температура 37. 37,34. Это из-за того, что моя жена еще до меня, до прилета, она еще была простившая. Я прилетел. Как раз мы виделись, конечно, будем вместе, я тоже простил. Тем временем многие жители ринули скупать маски, антисептики и иммуномоделирующие средства. Посещаемость аптек побила все рекорды. Однако медики уверяют, паниковать не стоит. Беларусские больницы на случай эпидемии оснащены в полном объеме. Плюс все необходимые медикаменты есть в каждом учреждении здравоохранения, в том числе и в Бавруйске. Маски не спасают, но, конечно, в каком-то роде они защищают. Бить тревогу не стоит и паниковать тем более не стоит, потому что организации здравоохранения уже давно работают в этом плане защищенности на случай возникновения заболеваний. Ведь уже о коронавирусе говорят давно. И Минздрав, и все медицинские учреждения на чеку. Меры довольно простые. Это от мытья рук, обычного мытья рук, мытья рук с мылом. Если вам доступны какие-то спиртсодержащие жидкости и недоступного мыла, можно просто обработать эти спиртсодержащими веществами. Кстати, родители могут выдохнуть с облегчением. В отличие от обычного гриппа, случаев заражения коронавирусом у детей нет. А вот пожилые и люди со снежным иммунитетом имеют повышенный риск заражения. Именно поэтому важно соблюдать все меры безопасности. Что же касается всех контактировавших с иранским студентом, они тоже находятся под пристальным наблюдением медиков. Мария Бушкевич, Максим Галеонко. Итоги недели. Звуки сирены и эвакуация пострадавших. На неделе спасатели боролись с огнем в Глушанской больнице. Пожар произошел на втором этаже. Выход двум людям был заблокирован огнем. К счастью, эта история оказалась постановочной. Все в ней остались целы и невредимы. Но, как показывает практика, в реальной жизни сценария нет. Здравствуйте, Глушанская больница, Октябрьская, 46А. Условное учение. Условный пожар в местном учреждении здравоохранения начинается с ординаторской. Согласно сценарию, в этот момент на втором этаже находятся 24 человека. Среди них как пациенты, так и медперсонал. Кто-то спускается вниз самостоятельно, кому-то же нужна помощь. Пока эвакуированные ждут на улице спасения здания, сотрудники МЧС, оперативно среагировавшие на вызов, борются с мнимым огнем. Тем временем из окна слышатся крики о помощи. Медсестра и пациент из-за заблокированного прохода не могут выбраться самостоятельно. На втором этаже обнаружили пострадавшего мужчину в мгновительной колясочке, в поле на прием. Проводите эвакуацию с использованием маски и пострадавшего. Главный герой инсценировки Владимир Чумаков в больнице лежит вот уже два года. За это время, говорит мужчина, здесь обходилось без ЧП. Однако теперь пациент точно убежден, в случае чего спасатели вовремя придут на помощь. Я надеялся на них, почему боятся. Если такие ребята спасают, можно отдаться им. Буквально пять минут и возгорание как не бывало. Очаг ликвидирован, пострадавшие спасены, помещения проверены. Между тем, отмечают сотрудники МЧС, в жизни сценария нет. Малейшее неправильное действие на первоначальном этапе зачастую стоит человеческой жизни. Здесь как раз на помощь и приходят слаженные действия медперсонала и автоматическая система раннего обнаружения пожара. На мой взгляд, все прошло достаточно слаженно, потому что мы знаем, что теория без практики – это ничто. Поэтому сегодня на максимально приближенной условно-боевой обстановке мы провели это учение. Подобная тактика специальные учения прошли по всей республике в рамках Единого дня безопасности. Весь акцент на то, чтобы в случае реальной беды избежать потерь и трагических последствий. 1 марта движение официально завершается, но это не значит, что важные темы больше не будут уделять внимания. Но персонал Глушанской больницы без сомнений прошел боевое крещение. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Как прошло испытание первой отечественной зенитной ракеты? Когда в стране стартует ЦТ и кто представит Беларусь на Евровидении 2020? Сейчас коротко о главном за неделю. Азербайджанская нефть поступит в Беларусь уже в марте. Два танкера доставят сырье в Украину, а оттуда по нефтепроводу Одесса-Броды в нашу страну. Накануне с Баку достигнута договоренность о 160 тысячах тонн черного золота. Кроме того, мартовские поставки будут обеспечиваться и за счет пяти компаний из России по трубопроводу «Дружба». Еще 160 тысяч тонн российских углеводородов поступят в форт «Клапиды». Добываемая в стране нефть сейчас также перерабатывается на белорусских МПЗ. Этим объемом внутренний рынок обеспечен, сообщают концерны «Белнефтехим». Первые летные испытания отечественные зенитные управляемые ракеты успешно прошли в Беларуси. Все задачи, которые ставились разработчиками, выполнены. Боевой снаряд предназначен для отечественной ЗРК «Бук». Это легендарный зенитно-ракетный комплекс еще со времен СССР. Но и в белорусском исполнении от советского в нем разве только название – известный бренд. Все остальное – наши технологические ноу-хау. Сегодня можно сказать, что Беларуси осталось сделать всего один шаг до вступления в клуб государств, выпускающих собственные ракеты для ЗРК. Полная локализация производства будет означать, что наши военные смогут решать практически весь спектр задач по защите воздушного пространства страны и не зависеть от иностранных поставщиков такого вооружения. Министерство образования Беларуси утвердило график проведения централизованного тестирования на 2020 год. Начало 13 июня – это будут тесты по белорусскому языку. Затем 15 июня свои знания смогут проверить те, кто выбрал для сдачи русский. ЦТ по обществоведению пройдет 17 июня. По математике – 19, а по биологии – 21. По иностранным языкам – 23 июня, по химии – 25, по физике – 27, а по истории Беларуси – 29 числа. Те абитуриенты, которые пожелают проверить себя в географии и всемирной истории новейшего времени, будут проходить испытания 1 и 4 июля соответственно. 8, 10, 12 июля – резервные дни. Выдача абитуриентам сертификатов начнется тоже 12 числа. 28 февраля в самом большом павильоне киностудии «Беларусьфильм» прошел финал национального отбора на песенный конкурс «Евровидение-2020». Победители выбирали из 12 исполнителей путем суммирования голосов зрителей и профессионального жюри. Победителем национального отбора на «Евровидение-2020» стала группа «ВАЛ» с композицией «Да видно». 65-й конкурс песни пройдет в Роттердаме. Представитель Беларуси выступит в первом полуфинале 12 мая. Второй пройдет 14-го. Финал намечен на 16 мая. Вы можете помочь Насте. 11-летняя девочка из Бобруйска нуждается в финансовой поддержке. Все дело в том, что у ребенка редкий вид рака. Сейчас она проходит дорогостоящее лечение в Китае. Надежда только на его инновационные методы борьбы с недугом. Семья Нагорных надеется, что на их призыв откликнутся неравнодушные жители города, а может быть и организации. О чем мечтает девочка, которая несмотря ни на что верит в чудо, смотрите прямо сейчас. Надежда Нагорная едва сдерживает слезы. За последние два года мама Насти научилась быть сильной. На это ее настраивает сама дочка. Несмотря на неутешительный диагноз, редкий вид рака, девочка держится и помогает справляться с эмоциями родным. Моя Настенька заболела в июне 2018 года. Мне кажется, Настя за это время повзрослела. С ней и так можно было на все темы говорить. А сейчас я полностью с ней разговариваю, как со взрослым человеком. Она иногда даже дает советы, когда я не знаю, как поступить. И я ей говорю спасибо. Началось с того, что появилась боль под лопаткой. Боль под лопаткой. Мы пошли по врачам. Рентгеновский снимок сделали, все нормально. И стала часто бегать в туалет. И решили сделать УЗИ. УЗИ органов малого таза, брюшной полости. Посмотрели, что она бегает. И обнаружили огромную опухоль. За жизнь ребенка начали бороться медики онкологической больницы в Боровлянах. Но после того, как стадия переросла из второй в четвертую, семья стала искать надежду за границей. Документы Надежда Нагорная разослала в клиники по всему миру. В основном ответы гласили, после трех линий химиотерапии помочь ничем не могут. Но пришли приглашения из Израиля и Китая. В первой стране лечение не дало результаты. А вот во второй появилась та самая Надежда. Но дорогостоящая. Первый этап уже пройден. Сделали контроль у нас в Боровлянах того, что сделали в Китае. Лечение. Опухоль уменьшилась. Положительная динамика идет. Хорошие лечения нам там предложили комплексные. Иммунотерапия, брахиотерапия и таргетный препарат. И так как лечение идет хорошо, у нас помогает. Есть надежда на выздоровление. Необходимы средства для второй поездки в Китай. Вот наши счета уже оплаченные по лечению в клинике Китая онкологической фуда. На почти 19 тысяч долларов. Вот этот счет в юанях идет, счет у них. Плюс счет из Израиля, то, что мы там успели полечиться. И плюс целая вот папка. Тут можно долго рассказывать. Билетов многочисленное количество. И чеков, и квитанций. В комплекс лечения входит препарат, который государство согласилось предоставить после нескольких консилиумов. Они прошли по инициативе министра здравоохранения. Было принято решение приобрести препарат, попадающий под генетический тест ребенка. Но процедура закупки не быстрая. Планируется, что уже в следующем месяце лекарство будет выделяться из бюджета. Пока же расходы на капсулы на 28 дней стоимостью 7,5 тысяч рублей обещал компенсировать благотворительный фонд «Сердце ангела». Если говорить о потраченных средствах в целом, то борьба с недугом на Горном уже обошлась в 35 тысяч долларов. Сейчас она мне много поставит, я уже знаю. Я уже боюсь с ней играть. С ней играть невозможно. Для своих 11 Настя не по годам смышленная. Тот самый случай, когда ученик превосходит учителя. Дедушка уже несколько лет не может обыграть внучку в шахматы. К тому же девочка свободно владеет английским, увлекается программированием и настольным теннисом. Рисует и активно общается с новоиспеченными друзьями в соцсетях. Но больше всего на свете Настя любит свою маму. Рассказывает ей о планах на жизнь и о том, кем станет, когда вырастет. Мама – мой лучший друг, и мы с ней открыто мчаемся. У меня нет от нее тайн, у нее ко мне тайн нет. И мы все обсуждаем вместе, всей семьей, бабушкой, дедушкой. Подарить Насте шанс на жизнь может каждый. На лечение в Китае она отправится уже в конце марта. Самый простой способ помочь ребенку – это любой суммой пополнить счет баланса мобильного номера 8033-911-2375. Либо пожертвовать 3 рубля, позвонив с домашнего телефона по номеру 8 902-211-7777. Воспользоваться вторым вариантом можно до 9 марта. Семья Нагорных верит, что их девочка, которая, несмотря ни на что, верит в чудо, будет жить. Мария Бересневич, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. В продолжении темы о помощи и милосердии, альтернативный способ поддержки для тех, кто по каким-либо причинам не может пожертвовать средствами, воплотили в жизнь волонтеры нашей страны. Акция «Новая жизнь в обмен на крышечке» стартовала в Беларуси полтора года назад и уже нашла отлик в сердцах бобручан. Идея помощи людям с инвалидностью путем сбора пластиковых пробок все больше набирает популярность. Как это работает, узнавали наши корреспонденты. Юлия Прилищ – куратор проекта в Бобруйске. Девушка установила контейнер для сбора крышечек даже в своем подъезде на Минской. Почему бы и нет? Ведь делать это может абсолютно любой житель. Несмотря на то, что сортировка отходов стала для горожанки неотъемлемой частью быта, собирать крышку, уверена Юлия, в отличие от бутылок и другого вторсырья, под силу каждому. Тем более, когда речь идет о помощи детям. Почему крышки? Потому что это удобно. Они яркие, красивые, мелкие. Их компактно можно сложить, собрать. Это интересно детям. Почему не бутылки? Потому что бутылки, во-первых, это другой вид пластмассы. В ход идут любые пластиковые крышки. От молока и сока, подсолнечного масла и кетчупа, бытовой химии и газировки. Кстати, к акции уже присоединились. Кафе, магазины, школы и средние специальные учебные заведения по всему городу. Накапливают нужный мусор как взрослые, так и дети. Лесотехнический колледж, например, участвует в проекте с апреля прошлого года. Такой простой, но нужный алгоритм. Собрать, отсортировать и отправить на переработку здесь знаком чуть ли не каждому учащемуся и педагогу. Конечная цель неравнодушных – помочь людям и экологии. Сортируем крышечки по маркировке. Вот сейчас они отсортировывают двоечки, так называемые. 2, 0, 2, там маркировка. И в основном они идут на переработку. То есть это самые ценные наши крышечки. Все остальные тоже, естественно, перерабатываются, но уже в других условиях. Когда приходит отчет и нам сообщают о том, что мальчик уехал в Польшу с мамой на лечение, на коляске, которую мы смогли всем миром, всей Белоруссией оплатить за счет того, что собирали, сортировали, сдавали в переработку. Ну, это большой подъем, конечно. Поддержали проект и в Центре досуга и творчества на Куйбышево 69. В декабре 2019-го тут тоже появился специализированный контейнер. Среди местных даже началась здоровая конкуренция. Кто больше принесет? Это, наверное, наш маленький вклад на благотворительность. Все-таки не каждый может сделать какое-то пожертвование. Присоединились и сами дети, которые у нас занимаются, и их родители. Они приходят прям семьей и по очереди складывают туда свои крышечки. Также это тронуло, конечно же, наш коллектив. Жители нашего района не только могут приехать и оставить свои крышечки здесь. 34-я школа присоединилась к проекту примерно в это же время. Дети и педагоги с радостью поддержали идею благотворительности. Сбор разноцветных крышечек стал увлекательным занятием, в котором ребята участвуют целыми классами. Моя семья любит собирать крышечки, потому что мы помогаем многим детям, которые считаются в беде. Я собрала крышечек 30 штук. Я собираю для благотворительных дел и для помощи детям. Мне нравится собирать крышечки, потому что это переводится в всякие поликлиники и помогает деткам, выздороветь деткам и инвалидам. Все собранные крышечки, к слову, отправляются к куратору проекта Юлии Прилищ. Оттуда они поступают на столичный склад, а после на перерабатывающее предприятие. Только за прошлый год в Беларуси собрано около 16 тонн такого, на первый взгляд, незначительного мусора. Вырученные средства пошли на закупку детских инвалидных колясок. Мария Бушкевич, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко. Итоги недели. Призыв стартовал. Весеннее пополнение поступит в белорусскую армию по новым правилам. Срочная служба войдет в пенсионный и трудовой стаж. Плюсы появятся и при поступлении. Этой весной из войск уволится около 7 тысяч военнослужащих. Призовут примерно столько же. Кого-то на год, кого-то на полтора. Максим Кембель разбирался в деталях. В Беларуси изменились критерии годности призывников. Изменения продиктованы временем. Медицина стремительно развивается, становится технологичнее. Поэтому некоторые положения, которыми руководствовались призывные комиссии последние 10 лет, попросту устарели. И вот накануне президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу и службу в резерве. Пополнение в армии стоит ждать в феврале-май. Хотя новые правила, ориентированные в первую очередь на отсрочки, не забывают и про бонусы, льготы при поступлении, общежития. В общем, тема важная и есть о чем поговорить. Остановимся более подробно на каждом нововведении. Ключевое – отсрочку для получения образования будут предоставлять лишь один раз. Если молодой человек отучился в колледже и хочет продолжить обучение в ВУЗе, сначала ему нужно будет отслужить. Исключение составляют те, кто учится за границей по направлению государственных органов или организаций. Отныне лица, которые прошли срочную военную службу, получили ряд преференций. Например, это первоочередное право на место в общежитии при поступлении в колледж, в университет после срочной военной службы. Потом право выбора места распределения после завершения колледжа или университета. Теперь на время службы за молодым человеком сохраняется рабочее место, будь то государственная или частная фирма собственности предприятия. За членами семьи военнослужащего, который проходит срочку, остается место в общежитии, которое парень получил до момента призыва. И, пожалуй, самый важный момент – теперь весь этот срок засчитывается в трудовой и пенсионный стаж. Я напомню, какие типы отсрочек вообще существуют. Это по состоянию здоровья граждан, для продолжения образования, по семейному положению, для получения военно-технических специальностей, на основании указов президента Республики Беларусь, для осуществления депутатских полномочий и для прохождения интернатуры. Вот основные типы отсрочек. Еще одно важное нововведение – молодые люди, которые не отслужат в армии, не имея на это законных оснований, не смогут стать госслужащими, а также занимать должности в МВД, МЧС, Государственном комитете судебных экспертиз, в органах финансовых расследований, Комитета госконтроля и Следственном комитете. Ну а это весной из войск уволится около 7 тысяч военнослужащих. Параллельно продолжается работа военкоматов. Призовут примерно столько же – кого-то на год, кого-то на полтора, чтобы получить новую специальность и жизненный опыт. Новый закон позволяет реформировать прием на службу в армии. И перед Министерством обороны, конечно, ставит новые, куда более масштабные задачи – реформу самой службы. Теперь просто поднять престиж недостаточно. Вооруженные силы должны соответствовать мировым критериям и запросам. Ведь безопасность – вопрос независимости страны. Максим Кембель, Максим Галеонко. Итоги недели. Какие санкции ЕС планирует вести против России и Китая, в чем Люксембург – мировой новатор и как наша планета изменилась за годы 21 века. Подробности в мировом дайджесте. В сирийской провинции Идли преское обострение конфликта, так называемой зоне деэскалации. Турция и сирийская армия обменялись ударами, после которых Анкара сообщила о больших потерях. 33 военнослужащих погибли, еще свыше 30 получили ранения. Как результат, Турция объявила о том, что теперь воспринимает армию Дамаска, как вражескую запросила помощи у союзников по НАТО. В Североатлантическом альянсе сирийские авиаудары осудили. Москва же призывает все страны, чьи интересы представлены в Ближневосточном регионе, вести адекватный диалог и не идти на компромиссы с террористическими группировками. Сезон охоты на хакеров открыт. ЕС хочет вести киберсанкции против России и Китая. Под прицелом российские и китайские организации, а также несколько физических лиц, подозреваемых в кибератаках. Если ограничения будут введены, это станет первым случаем применения так называемого режима киберсанкции Евросоюза. Он подразумевает ограничение передвижения и заморозку активов в ответ на организацию кибератак. Впрочем, для введения санкций потребуется согласие всех 27 членов ЕС, что затрудняет принятие внешнеполитических решений. Экологичное решение. Люксембург станет первой стороной в мире с бесплатным общественным транспортом уже с марта. Власти намерены таким образом пересадить население с автомобилей, тем самым уменьшить трафик и сократить выбросы в атмосферу. Ежедневно около 200 тысяч человек из соседних стран приезжают в Люксембург на работу. Инициатива обойдется налогоплательщикам примерно в 41 миллион евро в год. С начала столетия наша планета позеленела. Таковы результаты исследования НАСА. Глобальные изменения климата привели к увеличению содержания углекислого газа в атмосфере, что для большинства растений сказывается благотворно, поскольку СО2 способствует фотосинтезу. В основном растительный покров увеличился на территориях Китая и Индии, но и в Европе, в том числе в Беларуси отмечаются аналогичные процессы. На календаре уже 1 марта, а значит весенняя атмосфера вот-вот накроет Бабруйск. Совсем скоро зашелестит зеленый газон, запестрят городские клумбы, а в воздухе появится цветочный аромат. Не за горами и главный весенний праздник – Международный женский день. Над подарками стоит задуматься уже сейчас. Чем порадовать близких и где выгодно купить презенты узнавала Анастасия Шевцова. До 8 марта остается неделя. И вопрос, что подарить, встает все острее. На него готовы ответить в цветочном дворике. Внимание у покупателей – широкий растительный ассортимент всех оттенков. Ароматные розы, красавцы-тюльпаны, яркие азалии, цикламены, антуриумы и орхидеи по самой приятной цене. 8 марта у нас планируется составляться очень красивые букеты. Соответственно, тематика весны уже. Это практически везде тюльпан. Но еще есть и другие цветочки, которые женщины очень сильно любят. Это, естественно, и герберы, это и ирисы, это и хризантема, и розы. Цветочную композицию прекрасно дополняют мягкие игрушки, гелевые шары и сувенирная продукция. В цветочном дворике можно не только выбрать эксклюзивный подарок, но и упаковать купленный в другом месте. На выбор – коробочки разных форм и расцветок, бумажные пакеты и упаковочные листы с креативным принтом. А если вы затрудняетесь с выбором, на выручку всегда придут опытные флористы, которые изготовят любые букеты и цветочные композиции, помогут советам и притворят любые ваши идеи в жизнь. Можно посадить мишку, например, мишка с корзинкой. Вот в нашем инстаграме есть примеры этих композиций. Мишка держит в корзинке цветочек, плюс туда ложатся сладкие какие-то дополнения. Это шоколад, то же самое конфеты, какие-то чупа-чупсы, карамель на палочке, всеразличные сладости. Цветочный дворик – это находка для молодоженов. Жениха и невесту ожидают отличные предложения. К примеру, при заказе свадебных букетов в стоимость входят только цветы. Составление бесплатно. В подарок – бутонерка для жениха и пакетик цветочных лепестков. А для гостей свадьбы – скидка на заказ в 10%. Акции ждут и постоянных клиентов. От 5 до 10% скидка в зависимости от того, что человек приобретает. То есть, соответственно, на одну розу может быть какая-то минимальная. А когда уже, конечно, большие букеты, большие корзины, естественно, это уже идет 10% скидка. Бабручанам доступна бесплатная доставка. И неважно, что входит в заказ – кактус в горшке или большой плюшевый мишка. Узнать более подробную информацию о цветочном магазине можно в соцсетях или по номеру телефона, который вы видите на экране. А сделать покупку самому по адресу Минская 149. Ежедневно с 9 утра до 9 вечера. А по праздникам – до 11. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Артистизм и музыкальность, трюки и танцы – все это звенья одной цепи аэробики. И пусть она не входит в число олимпийских, конкуренция в этом спорте очень высокая. Борьба идет за каждую десятую балла. Накануне в Литве прошел престижный международный старт. Под белорусским флагом сражалась и наша землячка Яна Говорушка. Девушка стала обладательницей звания и вице-чемпионки соревнований. Шпагат, отжимания, махи, кувырки и даже элементы брейк-данса. В этом виде спорта ловко переплетают разные силовые и танцевальные направления. Атлеты старательно повторяют упражнения по спортивной аэробике одному из официальных видов гимнастики. Кроме сложных технических трюков оценивают артистизм и музыкальность. Все эти компоненты в своей программе умело соединяет Яна Говорушка. Девушка мастер спорта международного класса, начинала с гимнастики. И как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Травма, полученная на одной из тренировок, подставила девушку перед выбором – ждать целый год или перебраться в аэробику. Мне казалось, что это очень легко и как это, постоянно можно слушать одну и ту же музыку. Но потом влюбилась в этот вид спорта, поняла, что это мое. И начала дальше заниматься, понравилось, начала выезжать на соревнования. Яна настолько сильно влюбилась в спортивную аэробику, что уже на протяжении многих лет остается одной из лучших не только в республике, но и в Европе. Подтверждением класса Бобрусской гимнастки стало серебро международного турнира в Литве. Более 400 участников из трех десятков стран боролись за право взойти на пьедестал почета. Обойдя огромное количество атлетов, Яна стала вице-чемпионкой. Конечно, было тяжело, спортсмены тоже были очень всесильные. Нельзя было допустить вообще никакой ни малейшей ошибки, потому что только даешь к себе придраться. И судя сразу оценку снижает. Поэтому все сложилось очень хорошо. И в итоге заняла второе место. До первого места не хватило буквально тридесятых. Яна не только титуловная спортсменка, но и хороший тренер. И это слова не наши, а ее воспитанников. Отсюда возникает вопрос, когда она все успевает. Она добрая, смелая. Она добивается всегда своих целей. Она всегда поможет, если у тебя все плохо. Там, если не получается, она поможет, расскажет, как это сделать. Ну, красивая, нам очень нравится, хороший преподаватель. Приоткрыть занавес тайны, в чем же кроется успех Бобручанки, мы попросили ее тренера. Она очень трудолюбивая и очень настырная. То есть в определенные моменты даже не я ее заставляю работать, а заставляет она меня работать. То есть она может найти элемент, прийти в сети и начинать мне надоедать. Мы будем учить этот элемент, мы будем его учить. Ну, в итоге я сдаюсь, говорю, ладно, мы будем учить этот элемент. И тем самым она меня тренирует, я ее тренирую. Стоит сказать, что времени на отдых у нашей героини попросту нет. Совсем скоро Яна и другие гимнастки отправятся на чемпионат Беларуси. У девушек стоит задача отобраться на планетарное первенство. Ну, а нам не остается ничего, кроме как пожелать им удачи. Максим Кембель, Владимир Гребеневич. Итоги недели. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Образ ведущий создан благодаря салону красоты Beauty Lab на Советской 83. С вами была Мария Бересневич. Увидимся в следующее воскресенье ровно в 20.30. До встречи и хорошей рабочей недели. Субтитры создавал DimaTorzok